В мире существует множество знаменательных событий, изменивших ход истории, даты которых помнит и будет помнить все человечество. Именно таким днем стало 12 апреля 1961 года, когда с космодрома Байконур стартовала ракета-носитель «Восток», в головной части которой размещался космический корабль «Восток-1» с космонавтом Юрием Алексеевичем Гагариным на борту. Именно в этот день стало понятно, что космическое пространство может быть подвластно человеку. Прошло уже 60 лет с того дня, как Юрий Алексеевич Гагарин сказал свое знаменитое «Поехали!», но память о нем жива до сих пор. Образ Гагарина запечатлен в различных произведениях искусства. Не только в России, но и в других странах мира установлены памятники, посвященные первому космонавту планеты. Одной из визитных карточек Калуги считается памятник, сооруженный в честь 600-летия города. Масштабы его впечатляют титановый пилон высотой 50 метров, на котором расположена фигура, изображающая голову первого космонавта в гермошлеме. У подножия пилона сфера, символизирующая земной шар, на создание которой ушло около 700 килограммов меди. В нише у подножия памятника в день его открытия в 1977 году была заложена капсула с письмом, адресованным потомкам в далекий 2071 год. Однако в 90-е годы капсула была похищена мародерами. Напротив входа в Государственный музей истории космонавтики имени Константина Эдуардовича Циолковского в 2011 году, к 50-летию полета человека в космос, был открыт памятник Гагарину. Памятник представляет собой 2,5-метровую скульптуру, изображающую первого космонавта планеты. При этом сам космонавт представлен в виде обычного улыбающегося человека, одетого в повседневную одежду с раскинутыми и поднятыми вверх руками. Таким образом складывается впечатление, будто он хочет обнять весь мир. Автор памятника – скульптор Алексей Леонов, тезка знаменитого космонавта. Копии этого памятника расположены также в парке музея «Этномир», находящемся в Калужской области, в Хьюстоне у исторического здания первой штаб-квартиры НАСА, во французском городе Монпелье, а также в столице Индонезии Джакарти. В Москве в 1980 году был открыт памятник Гагарину, выполненный из титана – металла, использующегося для создания космических кораблей. Работа скульптора Павла Бондаренко впечатляет также, как и достижение первого космонавта планеты. Высота скульптуры более 42 метров, вес 12 тонн. У подножия монумента расположена точная копия космического корабля «Восток» с литой надписью, которая гласит 12 апреля 1961 года советский космический корабль «Восток» с человеком на борту совершил полет вокруг земного шара. Первый человек, проникший в космос, гражданин Союза Советских Социалистических Республик Юрий Алексеевич Гагарин. Место установки памятника выбрано не случайно. Именно по Ленинскому проспекту космонавт въехал в Москву, чтобы доложить правительству об итогах полета. По замыслу архитектора монумент должен был виден со стороны МКАД, поэтому скульптура устремлена ввысь, а ее постамент стилизован под стартующую с земли ракету. В Брянске 12 апреля 2017 года состоялось торжественное открытие памятника Юрию Гагарину работы скульптора Равили Юсупова. Монумент, отлитый из бронзы, изображает первого космонавта в полный рост, шагающего по бульвару на встречу с избирателями. Памятник запечатлел реальную ситуацию, воссозданную по фотографии мая 1966 года, когда Юрий Гагарин приезжал в Брянск. Каждая деталь того момента передана настолько точно, что можно заметить развязавшийся шнурок на обуви космонавта. Однако некоторые источники утверждают, что это не шнурок, а отцепившаяся от носка подтяжка, которая больно била Гагарина по ноге, однако тот не подал виду и с достоинством прошел по дорожке до конца. На родине первого космонавта планеты в городе Гжатск, ныне городе Гагарин, в 1974 году установлен памятник работы скульпторов Юрия Орехова и Марка Шмакова. Памятник выполнен в виде пятиметровой скульптуры, отлитой из бронзы. Скульптура, находящаяся на гранитном постаменте, изображает Гагарина, стоящего в свободной позе, закинутом на плечо пиджаком. От памятника веет легкостью и надеждами на великое будущее. Что не случайно, ведь свой полет Юрий Алексеевич совершил в 27 лет и навсегда остался в памяти людей молодым. Памятник Гагарину, открытый 12 апреля 1984 года по проекту скульптора Олега Песоцкого, считается одной из достопримечательностей города Байконур и является обязательным местом для посещения космонавтами в период их подготовки к пилотируемым космическим полетам. Памятник высотой в 4 метра выполнен в виде фигуры первого космонавта планеты с поднятыми вверх руками, в которых, по задумке автора, Гагарин должен был держать земной шар. Однако технически выполнить эту задумку не удалось. В связи с этим у скульптуры выявилась одна очень интересная особенность. Во время восхода и заката возникает оптическая иллюзия, будто Юрий Алексеевич держит в руках Солнце или Луну. Изначально не планировалось, что Гагарин приземлится в Саратовской области, однако из-за сбоя системы торможения корабля изменилась орбита аппарата, а вместе с ней и место посадки космонавта. В итоге Юрий Алексеевич приземлился в тех краях, где провел свою юность. У памятника на месте приземления Гагарина довольно интересная история. Изначально на месте приземления космонавта был вбит столбик с табличкой, гласящей «Не трогать!» 12.04.61 год, 10 часов 55 минут, московское время. А через год сооружен небольшой постамент, простоявший три года. В 1965 году на месте приземления открыли 27-метровый обелиск, представляющий собой взлетающий в небо ракету, уменьшенную копию монумента, расположенного на ВДНХ. В 1981 году его дополнили памятником Юрию Алексеевичу Гагарину, а вокруг монумента посадили множество деревьев, сформировав небольшой парк. Последние изменения появились в 2011 году, когда комплекс дополнили 12-ю барельефами космонавтов, а также барельефами с изображением Константина Эдуардовича Циолковского и Сергея Павловича Королева. Памятник Гагарину, находящийся в Карловых Варах, считается первым монументом космонавта, установленным за рубежом. Торжественное открытие памятника состоялось в 1975 году. Изначально он был установлен перед входом в гейзерную колоннаду, носящую имя первого космонавта. По замыслу скульпторов фигура должна была стоять на фоне неба, символизируя стремление человечества к покорению вершин. Именно поэтому фигуру космонавта сделали несколько выше реального роста Юрия Алексеевича. Со временем памятник несколько раз менял местоположение, в итоге он переехал в аэропорт и встречает всех пребывающих в Карловых Варах. По всему миру расположены памятники, посвященные Гагарину. Есть они в Великобритании, Канаде, Греции, Уругвайе, Индии и Аргентине, что еще раз доказывает всенародную любовь к первому космонавту. Среди разнообразия монументов, от самых простых до поистине захватывающих дух, есть несколько особо отличающихся в своей оригинальности. Так в Риге, в парке Кронвальда, в 2004 году, в год 70-летия со дня рождения Гагарина, был установлен памятник Юриусу Гагаринцу. Скульптор Глеб Пантелеев не только дал космонавту имя и фамилию, свойственную жителям Латвии, но и изобразил Гагарина таким, каким он бы мог быть, если бы дожил до 70-летнего возраста. В городе Бонн, что расположен в Германии, на крыше одного из частных домов находится скульптура головы первого космонавта. По рассказам местных жителей, около 20 лет назад был снесен дом, расположенный вблизи так называемой музейной мили, место локальной концентрации музеев. На фасаде этого дома располагались скульптура голов различных людей, среди которых и была скульптура Гагарина. Жители соседних домов говорят, что знают, кого изображает эта скульптура, и очень гордятся тем, что по соседству с ними находится такой важный человек. Полет Гагарина стал триумфом науки и техники. Полет длился недолго – 108 минут, но именно эти 108 минут смогли изменить весь мир и открыть человечеству путь в новую космическую эпоху. Пройдут десятилетия, пройдут века, человек ступит на другие планеты, выйдет за пределы Солнечной системы, многое сотрется в памяти человечества, но имя Юрия Гагарина, впервые преодолевшего земное тяготение и вырвавшегося в космос, навсегда останется в аналог истории земной цивилизации. Прав был академик наук СССР Борис Николаевич Петров. Слава Юрию Алексеевичу Гагарине распространилась далеко за пределы Земли. 1 августа 1971 года на Луне в районе моря дождей экипажем космической экспедиции «Аполлон-15» был установлен памятник «Павший астронавт», включающий в себя алюминиевую фигурку космонавта высотой 8,5 см и табличку с 14 именами умерших или погибших во время космических и тренировочных полетов американских и советских покорителей космоса, среди которых есть и имя первого космонавта планеты. Автором является бельгийский художник Пол Ван Хейден. Скульптура стала первым и пока единственным произведением искусства, оставленным человеком на поверхности другого космического тела. Субтитры создавал DimaTorzok